Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В октябре Кировскому общепиту запретили работать с 23 до 6 утра, чтобы сдержать распространение коронавируса. Авторы письма сообщают, что из-за этого выручка кафе, баров и ресторанов упала на 70%. Предприниматели даже согласны ввести чекин для посетителей по QR-коду, лишь бы работать ночью было возможно. Кировчане бросились скупать квартиры в 2020 году. За январь и сентябрь банки выдали заемщикам Кировской области почти 12 тысяч ипотечных кредитов на 20 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число кредитов выросло на четверть, сумма на треть. Об этом сообщает отделение Кировбанка России. Пик пришелся на третий квартал. Летом Кировчане взяли половину из тех 20 миллиардов. Так на рынок повлияла программа льготной ипотеки. Средняя ставка по сравнению с декабрем прошлого года снизилась на 1,8% и в сентябре составила 7,21% годовых. Средний размер кредита 1,7 млн. срок 18 лет. Треть получателей регионального семейного капитала пускает его на ипотеку. Его предоставляют при рождении третьего ребенка или последующих. За год мерой поддержки в Кировской области воспользовались более 1600 семей. Можно получить либо 50 тысяч рублей и направить на любые нужды, либо 100 тысяч на ипотеку. По данным Минсоцразвития, почти 30% семей направили средства на погашение ипотеки, тогда как в 2019 году их было в два раза меньше. Завершение валютах доллар сегодня 76,95 руб. евро 91,50. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова